Находясь в данном центре, у меня самое главное, что меняется мышление, пропадают навязчивые мысли. Просто есть чем сравнивать. Я был на 12-ти шаговых программах, там закрытый центр. Изоляция полнейшая. Поводы реабилитации, поводы реставрализации. Ты находишься просто закрытым от общества. Тут открытые двери, процедуры. Тебя полностью восстанавливается состояние. А открытые двери это не мешает, не создает соблазн прерывать лечение? Наоборот, для меня в данном случае нет. Потому что человек должен принять сам решение. Стоит ему выходить с этой ямы или не стоит. Потому что если он не хочет, его закрыли, он будет сидеть. Я еще раз пробыл 11 месяцев на закрытом доме. Понятно, восстановил здоровье, управлял все сферы. Но мысли у меня были в употреблении. Я ждал, пока я выйду оттуда. Потому что я ехал на чувстве обиды, меня обманули. Мне сказали, что меня просто прокапает. А закрыли и держали как это. А я когда вышел, даже идя по городу, я чувствовал дискомфорт. Мне помогают сеансы. Очень сильно помогают вечерние сеансы. Когда выбивают электрошок и полностью вход в странное состояние. Потом холотропное дыхание. Но это взаимодействие, тут целый комплекс. Скажи, пожалуйста. То, что есть сопровождающие и вы можете выходить в город. Это создает какие-то ненужные соблазны? Для меня в данный момент нет. Потому что я когда был на закрытых домах. На христиансах, на 12-шахах, на христиансах. Там идет унижение личности. То есть родители тебя отправили туда. Ты там пробыл, например, год, 9 месяцев. Они как бы видели, какой ты уехал. И они такое же самое, когда ты приезжаешь. То есть они не видят, как ты меняешься. Ты по себе как бы чувствуешь, что ты меняешься на центре. А родители этого не замечают. Потому что ты только с ними общаешься раз в неделю по телефону. Мама, папа придет пока, чтобы передачу какую-то передать. Там печенье, конфетку и все остальное. А тут когда я сопровождающих. Тут я на глазах, вот я приехал с бабушкой. Она видит, какой я был. И какой я постепенно становлюсь. И каким я отсюда выхожу. А вот то, что иногда она предельчива. У вас возникают конфликты. Есть, есть. Да, очень сильно выбивает гиперконтроль. Да. Потому что идет как бы опасение. Но в данный момент я говорю лично за себя. Потому что как бы у меня не первая реабилитация. Не помогала ничего. А скажи, пожалуйста, то, что она на группы ходит. Понятно, что пожилой человек. Сложно менять свое отношение. Что-то хоть чуть-чуть меняется. Она несколько иначе с тобой ведет общение. Нет. В этой ситуации поменял я себя. Я первоначально раздражался. Потому что как бы я приехал, я был как оголенный провод. То есть у меня любое выбивало. У меня раздражение, злость, агрессия. Из-за любого слова паника. Короче, крик, шум, лам. Короче, скандалы. А потом я постепенно пообщаюсь. Тут. Если у тебя есть какая-то проблема. Ты можешь подойти к психологу, психотерапевту. Пообщаться, высказаться. Так же самое, как и высказаться на группе. Ну, рассказать о своей проблеме. И тебе подскажут. Ну, как бы сказать. Дадут рекомендацию, как сделать. А выбор уже за тобой, как бы это. Но бабушка тоже видит, как ты меняешься. Конечно, видит. И лучше здесь эти конфликты и острые углы преодолеть, чем дома. Ну, в данный момент, да. Потому что, как бы, я приехал. Через 11 месяцев приехал. И родители думают, что они не видят, как происходят эти изменения. Я-то, например, себе чувствую, например, какой я заехал разбитый. Да. Там 56 килограмм, а вышел 92. Ну, поправился там. То есть сидя на диване, ничего не делает. Вот. А тут, когда и тут, бабушка уже и видит, что меняется и мышление. Уже и мировоззрение. Уже и отношения. Уже и разговоры тут. Я даже, например, захожу в супермаркет. Вот меня первоначально вообще вот подташнило. После сеанса вот это вот. Когда внушали мне вот это все, что алкоголь это боль, мучение и смерть. Сейчас я захожу, то есть я, ну, могу так пройти по алкогольному отделу у него поумнейшее безразличие. А скажи, пожалуйста, это полезно, что бабушка ходит на группы? Или там ты видишь, как другие жены, папы, мамы? Конечно полезно. Они должны знать, как общаться с созависимыми. То есть они, получается, созависимые люди. Вот они должны знать, как общаться с нами. Потому что, как бы, они в этой проблеме, например, не были. Они не знают, что мы переживаем, что мы чувствуем, как мы действуем, какие у нас мышления, как мысли, как мы можем двигаться, передвигаться и все остальное. Тут очень много нюансов. И ты вот на себе прочувствовал, вот что важно, как чтобы родители, жены или отцы относились к тому, кто принял решение жить трезво. Вот что важно в их отношении? Что поддержит? Самое главное, знаете, для меня, в данный момент, самое главное, это вернуть доверие. Потому что потерять его можно вот так, за секунду. А вот вернуть его... Ничего доказывать я никому не собираюсь. В первую очередь приехал сам сюда. И я докажу самому себе, что я могу. Потому что уже, как бы, уже нету, ну, не то, что не желание, это понятно. Уже немало, уже просто-напросто ресурсов. Скажи, пожалуйста... 20 лет употребления, это тоже немало срок. Чем эти группы, которые здесь, не сеансы, а группы, отличаются от групп, которые ты проходил в центрах двенадцатишаговых? Чем отличаются? Ну, например... Там есть, например, утреннее размышление, вот, на двенадцатишаговой программе, где ты можешь высказаться о хорошем или наболевшем. И тебе никто не даст обратную связь, тебя никто не будет, например, корректировать. Вот. Есть, например, там, вечерний, тот дня, когда ты пишешь, ну, какие-то сделать три ошибки. Если, например, стараясь выздоравливать и, ну, писать какую-то ерунду, и тебе то же самое наваливает, короче, и вот эта нагнетенная обстановка, ну, эта химия. А тут, как бы, мы на группе, вот, прийти на группу и сказать, ну, давайте обсудим такую-такую тему. И каждый выскажется, ну, не корректируя друг друга, просто каждый выскажет свое мнение, а я себе все равно не надо ее возьму. То есть я свой мозг подстрою как под фильтр. То есть то, что надо мне информация, я беру, то, что мне не надо, я пропускаю мимо ушей. И так же сама могу поделиться с кем-то своим опытом. Потому что все люди разные, разные наркотики, разное употребление, разные срока. То есть, ну, как, кто себя будет вести, это, вот, и все. А потом это можно все сложить в одно единое целое, но это же не из-за раз, это все постепенно. Потому что некоторые думают, что очень маленький срок, там, 28 дней, там, вот, ну, это они глубоко ошибаются. Можно сидеть годами, там, на тех центрах, на духовных центрах, молиться Богу, но самое главное, что у тебя находится в голове. И самое главное, что еще могу сказать, что надо иметь четко принятое решение. Что вот я решил все, что моя жизнь стала неуправляемой, что я бессилен перед наркотиком. Есть две причины, я вам объясню. Чем лучше, например, было приехать сюда, есть просто, например, отправить на закрытый центр, когда я уже так достал своих родителей, что они говорят, мне лучше тебя, чтобы ты вот сидел там, и мы будем спать спокойно. Вот, то есть, ну, как бы им безразлично. Ну, а те, которые хотят, например, вылечить своих детей, там, внуков и все остальное, чтобы, ну, были здоровыми и живыми, ну, тут приезжай только сюда. У меня 11 реабилитаций, я перепробовал все. Я перепробовал христианские центры, ренессансы, где делают унижение личности, одевают колпаки, там, привязывают буньки к рукам, там, на христианских молятся за тебя, ничего не помогают. Вот помогают вот именно тут. Унижая, ты выходишь на чувстве злости. Вот я вот ехал на чувстве обиды. Мне так обидно было, у меня вот эта злость такая была. Я не хотел ничего, ни посылок, ни передач. Я сказал, мне вообще ничего не надо. Я вот все, только сигареты там и чай все это максимум, чтобы было. Кормить там, кормежка вот такая, дурные там вот эти трудотерапии там. Убирай такую маленькую комнатку полтора часа, и он тебе подходит. Я говорю, я убрал уже, ну проверил. Мне говорит, что, говорит, три. Я говорю, что тебе, это невидимый пыль, понимаете? Ну, там одевает тебе такой колпак на голову одену, там, что-то. Если у тебя там дефект характера гордыня, ты там сильно гордый. Потому что гордость и гордыня, это две разные вещи. Горде за ты можешь там, сейчас золотая медаль на Олимпиаде. Вот, и ты вот это ходишь, пригинайся, потом тебе буньки, потом... Оно не помогает вылечить гордыню? У меня было еще чуть, ну, больше злости. Оно, понимаете, оно, как снежный ком. Накатывалось, 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 и потом... Оно взрывается. Скажи, пожалуйста, что бы ты сказал человеку, который хочет жить трезво и уйти от зависимости? Ну, почему лучше стоит выбрать этот центр? Ну, потому что тут убивает психологическую тягу, психологическую зависимость. Ну, есть физическую, есть психологическую. Физическую можно снять любыми капельницами, вот. А тут убивает, в тебе наркомана убивает. И выбивает вот эту негативную энергию, выбивает с головы полностью все. Вот я нахожусь сейчас 21 день, 3 недели, вот. Но у меня уже полное безразличие вообще ко всему. Ну, и ты говорил, в супермаркет ты идешь и чувствуешь, иногда даже рвота подкатывает. Это начало было. А сейчас я прохожу вот так по ряду. То есть, получается, в одном ряду с одной стороны шоколадка, с другой рукаводи. Я очень люблю шоколад. И то есть, как бы, предначально заходила бабушка. Меня подташнила, у меня рвота, у меня вот эти, ну, сеансы. Я вспоминал просто, ну, блин, какой жизнью я жил. И у меня просто отвращение ко всему. Ну, это не передать словами, это... Я бы просто рекомендовал бы, кто хочет вылечиться, ехать просто-напросто сюда. Потому что, ну, там, в остальных центрах, там вот такой круговорот. То есть, воды и природа.